Привет у микрофона Apple Explosion, в последнее время мне очень часто задают вопрос, что же делать если забыл пароль от своего iOS устройства. Причем чаще всего люди с такой проблемой уже несколько раз ввели пароль неправильно и их устройство заблокировалось. И если я для примера заблокировал устройство на одну минуту, то вы можете его случайно заблокировать на 5 часов, на 10 часов, на день, на 2 и так далее. Также у многих из этих людей нет доступа к компьютеру, постпи Си Эра и в основном у всех планшеты. В этом видео я расскажу как быстро, без компьютера и очень просто оживить заблокированный iPhone после неудачных попыток ввести пароль. Ну или же что делать если забыл пароль от iOS. Если iPhone заблокирован паролем, на нем включена функция найти iPhone и он подключен к интернету, напомню что подключение к известным сетям происходит автоматически. Сбросить пароль блокировки можно в iCloud на любом устройстве с доступом в интернет. Будь то Android устройство или тот же iPad, неважно. Но есть одно но, у вас должна быть копия в iCloud, если нет копии в облаке, то без компьютера не обойтись. В общем, если облачная копия отсутствует, то перед процедурой делаем копию в iTunes. Понятное дело, что вы не сможете проверить наличие всех этих пунктов, ведь ваше устройство заблокировано, тут я уже помочь не могу. Нужно было об этом заботиться раньше или рассчитывать на свою память. Но я более чем уверен, что у большинства из вас все настроено правильно. Заходим на iCloud.com и вводим Apple ID, к которому привязано заблокированное устройство. Убедитесь, что на сайте iCloud веб-приложении найти iPhone в меню «Все устройства» рядом с названием вашего аппарата отображается иконка статуса «Онлайн» или же окружность зеленого цвета. В меню «Все устройства» щелкните на название девайса под паролем. Нажмите кнопку «Стереть iPhone» или же «iPad, iPod, Mac» – все зависит от вашего устройства. И подтвердите запрос в всплывающем окне, щелкнув на «Стереть». Введите пароль к вашему Apple ID, номер телефона и текстовое сообщение можно опустить. Щелкните на «Готово». Начинается стирание устройства. Его дисплей погаснет, а затем появится логотип Apple и строка «Состояние». Дождитесь окончания процесса. После восстановления или стирания устройства в iCloud необходимо выполнить его первоначальную настройку. Тут ничего сложного, вводим то, что нас просят, например, страну или свой Apple ID. Далее тут я нажал на кнопку «Настроить как новый iPhone», но вы нажимаете «Восстановить данные из резервной копии». И уже выбираем вариант, если у вас есть копия в iTunes и компьютер, то жмем «Восстановить из iTunes». Если же доступа к компьютеру у вас нет, но есть копия в iCloud, то жмем «Восстановить из iCloud». Если уже у вас нет ни копии на компьютере, ни копии в iCloud, то настраивайте устройство как новое, но, к сожалению, вы потеряете все данные. После того, как пройдет восстановление всех данных, запроса на ввод пароля блокировки не будет. На этапе настройки его можно задать заново. Если вы все сделали правильно, то ничего с вашего устройства не удалится. Надеюсь, вам помогло мое видео. Я хочу сделать канал более интерактивным. Помимо того, что я стараюсь отвечать на все комментарии и сообщения в социальных сетях, я буду делать видео решения проблем, которые возникнут у вас с яблочными устройствами. Давайте так, пишите свою проблему в комментариях, описывайте все детально и правильно. О решении проблемы, которая наберет больше всего лайков, расскажу в следующем видео. Более того, автор такого комментария попадет в выпуск. Ну а если вы очень креативный, то вы можете записать видео, в котором описываете свою проблему. Присылайте свои ролики ко мне на почту, вы ее видите на экране. Ну а на этом все. Обязательно подпишитесь на канал, ведь тут много полезного и качественного контента. Также ставьте лайк, это действительно мотивирует к созданию новых видео. Ну и, конечно же, заходите в наши социальные сети. Последние новости, обзоры, информация о технике, играх и других гик-темах. Все это можно увидеть в моем твиттере и группе вконтакте. Причем веду я их 24 часа в сутки. Ну и, конечно, делитесь этим видео с друзьями, у которых появилась такая проблема. Я думаю, этот ролик им поможет. Думайте иначе. Пока.